Всем добрый день! Я встречаю вас в моем новом видео. Сегодня продолжаем рубрику «Меню на неделю». На протяжении всей рабочей недели я готовлю для своей семью разные блюда и снимаю видео. Собираю это в один ролик и делюсь с вами своими рецептами. Они простые с одной стороны, из простых продуктов, но в то же время есть изюминка и разнообразие. Я приглашаю к просмотру. Возможно, что-нибудь возьмете себе на заметку. В понедельник на завтрак варила манную кашу. Дочь попросила еще в воскресенье, что мама свари на завтрак кашу. Но это очень быстро выполнимо. Каша манная варится очень быстро. Всегда готовлю на молоке с добавлением воды. Ставлю на плиту и манку всегда отмеряю. На полтора литра жидкости беру 7 столовых ложек сверху манки. Добавляю в кастрюльку соль и сахар по вкусу. Когда молоко еще не закипело, но уже хорошо прогрелось, ложкой делаю воронку. И в тоненькой струйкой всыпаю манку. Помешивая еще где-то минутку, не отхожу от кастрюльки, чтобы манка заварилась и не пристала ко дну, а хорошо распределилась. Затем при минимальном огне варю еще 5-7 минут. И вот такой вот вкусный, сытный завтрак, быстрый завтрак готов. Раскладываю по мисочкам, добавляю щедрый кусок сливочного масла. Также мы любим добавить на кашу немного варенья, либо джема, либо из заморозки, из заготовок достаю перетертую с сахаром ягоду. К обеду в понедельник я готовила суп-пюре овощной с добавлением сливочного сыра. Крупным кубиком нарезаю морковь, лук и картофель. Заливаю водой и ставлю на огонь вариться. Как только уже эти овощи до полуготовности сварятся, добавляю туда кабачок. Он у меня из заготовок, со своего огорода, кубиком я нарезала, замораживала. И оставляю вариться до полной готовности. К такому супу я практически всегда делаю сухарики из обычного серого квадратного хлеба. Тем более у меня уже залезалась половина буханки хлеба, его нужно спасать было. Нарезаю на кубики хлеб, помещаю это в обычный пакет, в любой. Просто так удобно будет потом их перемешать, соединить со специями. Добавляю растительное масло, соль, любые специи, которые вам нравятся. Я еще добавляю сухой чеснок и тоже собственного приготовления. Это сушеный зеленый лук, измельченный. Это такая супер приправа. Я в этом году первый раз это делала и ей очень довольна. Буду делать в следующем году больше порцию. Очень вкусные блюда, ароматные, с ним получаются. После добавления всех специй, хорошенько в пакете перемешиваю. Выкладываю хлеб на противень и отправляю в духовку на 200 градусов, всего на 15 минут. Не пересушивайте. В таком случае сухарики получаются снаружи хрустящие, внутри мягкие. Когда овощи полностью готовы, я снимаю с огня кастрюлю и погружным блендером пюрирую до гладкого состояния. Затем снова ставлю на медленный огонь и добавляю сливочный сыр. У меня хохланд без добавок. Можно добавить с добавками, тоже будет очень вкусно, да еще и вкуснее. Провариваю еще немного суп, пока растворится сыр. Сыра я обычно вот на такую порцию, здесь примерно 1,5 литра супа, кладу 2 столовые ложки сверху. Подаю суп-пюре с сухариками и еще сверху присыпаю тем же самым сушеным зеленым луком. Очень вкусно, сытно и ароматно. Я варила на воде овощи. Если вы хотите, можно, конечно же, сварить на бульоне. Будет еще сытнее. Но нам и так нравится. Сыр добавляет сытность и вкус. Еще иногда посыпаю такой суп смесью из разных семечек. На ужин в понедельник у нас был салат винегрет с селедкой. Винегрет это нами обожаемое блюдо. И в холодное время года я его готовлю достаточно часто. Ну, раз в две недели, так это точно. Это бюджетный, сытный, очень вкусный, как для нашей семьи, салат. Отвариваю овощи, крошу их кубиком, добавляю мелко нарезанный репчатый лук. У меня синий лук, он менее острый, его можно добавить побольше. Так вкуснее. Нарезаю соленые огурчики, тоже всегда есть у нас в заготовках. И добавляю горошек. Селедку практически всегда солю сама. Покупаю замороженную, разделываю и засаливаю. В этот раз купила целых три селедки. Здесь вы видите сейчас две из них. Я их разделала на филе, порезала кусочками. Чуть-чуть заливаю растительным маслом. Перед подачей винегрет заправляю солью и растительным маслом, перемешиваю. Также у меня свежий хлеб. И еще замариновала немного лука. Лук нарезаю полукольцами, промываю под проточной водой. И добавляю соль, сахар, уксус и растительное масло. Прямо так буду все подавать и сервировочные тарелки. Каждый будет накладывать сам себе то и сколько он хочет. Во вторник мы с дочерью завтракали вдвоем. Муж уехал раньше на работу. Я делала для себя скрэмбл с сосисками, а дочери яичницу с сосисками. Покажу вам один из вариантов. Что такое скрамбл? Это когда яйцо зажаривается, готовится на сковородке в постоянном перемешивании. Разбиваю яйца на сковородку с добавлением небольшого количества сливочного масла. И перемешиваю его, пока оно заварится. Добавляю туда уже практически в конце готовки яиц, нарезанные на кружочки, сосиски. И довожу до готовности. Также я делаю для себя бутерброд. На батон намазываю творожный сыр и выкладываю вяленые помидоры. Вяленые помидоры у меня собственного приготовления. И даже помидоры со своего огорода. Ну а творожный сыр я часто покупаю вот такой. Он продается в магнитах точно. И хорошего качества стоит более-менее недорого. Ну и обязательно на завтрак я пью кофе с молоком. Ну вот такой у меня получается сытный, вкусный завтрак. Из морозилки, из запасов. Я чуть заранее достала подложку, там почти целый килограмм бедрышек без косточки и кожуры. И еще тоже из запасов достала сырой бекон. Хочу сделать рулетиков побольше, чтобы хватило на несколько приемов пищи. Раскрываю бедрышки, отбиваю молоточком, приправляю. Можно добавлять любые специи. У меня чеснок гранулированный, соль, перец и паприка. Также смазываю немножечко майонезом. Половина рулетиков у меня будет без начинки. Я просто сворачиваю мясо и сверху заворачиваю в бекон. А остальную часть рулетиков сделаю с вялеными помидорами. Начинку в рулетике можно сделать абсолютно разную. Как и более бюджетную, например, пассеровать морковь и лук. И какие-нибудь грибочки, собранные собственными руками в лесу. Также можно туда добавить чернослив, курагу, орехи, да что угодно. Маслины и так далее. И так, и так вкусно. В общем, у меня получилась достаточно большая порция рулетиков. Рулеты очень крупные. Нам хватит точно на два приема пищи. Отправляю в духовку, разогретую до 200 градусов, примерно на полчаса. На гарнир приготовила картошку-пюре. Подаю с маринованным перцем. Перец очень вкусный. Это нас угостила мама. Он выглядит как острый перец, но на вкус он еле-еле с небольшой остринкой. И такой пикантный, но очень вкусный. Во вторник на ужин захотелось салатик. Давно не делала. Вспомнила про рецепт этого салата. И вот он был у нас на ужин. Это салат с морской капустой. Готовая морская капуста. Я ее просто надрушлаг, откидываю, чтобы вся жидкость ушла. Также в него входят такие ингредиенты, как репчатый лук. Я его мелко покрошила. Консервированная кукуруза. Крабовые палочки. Можно любые. У меня снежный краб. Я их на волокна разбираю прямо руками. И отварные куриные яйца. Их просто измельчаю. Добавляю майонез совсем немножко. Так как все равно есть влага от морской капусты, то он не будет сухим, даже если добавить чуть-чуть майонеза. Перемешиваю и салат готов. Вот такой вкусный, сытный был у нас ужин. Салат с кусочком хлебушка. Во вторник вечером, когда разбирала грязную посуду, ну и вообще наводила вечернюю уборку на кухне, пришло мне вдохновение приготовить пирог, чтобы на следующее утро в среду было что позавтракать и с собой взять в школу и мужу на работу. Вспомнила про рецепт манника. Все ингредиенты оказались у меня дома в наличии. Я решила его приготовить. Он готовится максимально быстро. Все ингредиенты сложить в одну чашу, замешать эти ингредиенты и выложить в форму для запекания. Я ее предварительно смазала сливочным маслом и обсыпала манкой. Тесто замешивается так. К кефиру добавляю немного сметаны. Если нет сметаны, можно обойтись общим количеством кефира. Добавляю сахар, соль, ванильный сахар, яйца, растительное масло и манку. Затем к муке отмеренной добавляю разрыхлитель и соду. Обязательно надо добавить соду. Тогда будет пирог пышным, таким пористым, классным. Муку также высыпаю к общим ингредиентам. Замешиваю, тесто готово. Я люблю манник делать всегда с ягодами. С добавлением каких-то ягод. У меня много в заморозке ягод. Летом заготавливала. Сегодня достала с утра вишню. Она без косточки. Честно говоря, маловато на такую порцию манника. Но сколько есть. А вообще можно положить побольше ягод разных. И будет еще вкуснее. Запекаю разогретой духовке до 180 градусов примерно минут 40. Затем ему в форме даю немного остыть минут 20. А потом уже его достаю из формы. Получается такой румяный, очень ароматный и очень вкусный. Учитывая, что он достаточно бюджетный этот пирог. Он получается влажным, сочным, пористым, очень вкусным. Сверху можно припорошить с сахарной пудрой. Но я уж, честно говоря, это делала ночью. И забыла про этот момент. Попробуйте испечь такой пирог по этому рецепту. Манка там совсем не ощущается. Добавьте только ягод примерно раза в три побольше, чем у меня. И вы будете очень довольны. Вкусно и бюджетно. На обед в среду мы доедали картофельное пюре и рулетики. Достала там соленья домашние. А рулетики и пюре, которые я готовила в авторник. К ужину решила приготовить котлет. Достала достаточно большую порцию фарша. Добавляю туда измельченный лук и чеснок. А также замоченный в воде, обычно серый хлеб. Приправляю специями. Добавляю яйцо. Хорошо вымешиваю. И хорошенько отбиваю фарш. Даю ему немного отдохнуть в холодильнике. Примерно полчасика. И потом жарю котлеты. Котлеты всегда обжариваю на медленном огне под крышкой. Примерно минуты по 4 с каждой стороны. После этого они не требуют, чтобы их пропаривали. То есть они сразу готовы. На гарнир приготовила гречку с добавлением сливочного масла. Вторая порция котлет пока еще на сковороде. Но я уже буду подавать к ужину. Гречку, котлеты и соленую капусту. На завтрак в четверг осталось несколько кусочков пирога. И делаю еще по бутерброду с икрой. Это икра имитация. Я уже много раз про нее вам рассказывала. Фирма Русское море. Она сделана на основе концентрированного бульона из осетровых рыб. Наша семья она очень нравится. Я ее часто покупаю. Есть от этого же бренда и черная икра. Тоже очень вкусная. Уже многие мои подписчики по моей рекомендации попробовали. Им тоже понравилось. Так что кто еще не попробовал, пожалуйста, попробуйте. Я думаю, что вам тоже она понравится. Намазываю кусочки батона сливочным сыром и сверху икру. Плюс чай-кофе. На обед в четверг мы доедали гречку с котлетами. А к ужину решила сделать салат селедка под шубой. Мы очень любим этот салат. И причем летом никогда мы его не делаем. Ну вообще вот даже не хочется. И даже не вспоминаем про него. Как только наступает холодный период времени. Вообще майонезные салатики я периодически делаю. Но и селедку под шубой тоже часто. Достаточно делаю. Где-то раз в две недели так точно. Ну что, это достаточно бюджетный салат. Вот овощи. Это, наверное, самое бюджетное, что только есть в наших магазинах продуктовых сейчас. Ну и одну селедочку. Немного майонеза. А в итоге получаю сытный вкусненький салатик. Салат собираю так. Все натираю на среднюю терку. Первый слой картофель отварной. Затем селедка с луком. Это у меня перемешанное вместе. Это у меня такой один слой. Затем морковь отварная. Затем яйцо отварное. И сверху свекла отварная. Все слои промазываю небольшим количеством майонеза. И еще приготовила сырники. Мы после порции салата селедкой под шубой попили чай с парочкой сырников. И они также у меня остались еще на завтрак в пятницу. Сырники мы очень любим. И также достаточно часто делаю. И вообще для меня их сделать очень быстро и просто. К творогу добавляю соль, сахар, яйцо и муку. Пропорции вообще всегда делаю на глаз. Обычно беру 3 пачки творога. Они там по 180 грамм или по 200 грамм. Добавляю 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, чуть-чуть соли и муки до нужной консистенции теста. Затем на поверхность с хорошим таким количеством муки выкладываю порции теста. Закатываю сначала между рук шарики, а затем формирую уже сырники. Отправляю на сковородку с растительным маслом. И на среднем огне поджариваю с двух сторон. Сначала выкладываю на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишнее масло. Ну и все, вот такой у нас был очень вкусный ужин. Еще на пятницу у меня осталось и салатом некоторое количество и на завтрак сырники. Наступила пятница и здесь я вам показываю только вариант ужина. На завтрак, я уже сказала, были сырники. На обед доедали салат селедкой под шубой. А на ужин я решила сделать очень вкусные пирожки. Назовем их так. Пирожки из слоеного теста. Оно у меня давно уже залежалось в морозилке. Я его достала чуть заранее. Оно у меня сейчас подтаивает. А я делаю начинку. У меня в холодильнике было совсем немножечко бекона копченого. Несколько крупных грибов шампиньонов. Я уже лук репчатый мелко порезала. Он немного уже обжарился на сковородке. Затем добавляю туда же измельченный бекон и шампиньоны. Приправляю, добавляю соль, обязательно чеснок сушеный, сухой зеленый лук. Очень вкусно, ароматно получается. И начинку до полной готовности. Я понимала, что у меня маловато начинки. И я решила добавить туда еще отварной картофель. Отварила буквально несколько картошин. Вилкой разминаю. И добавляю туда всю остальную начинку, которая у меня приготовилась в сковородке. И еще чуть-чуть натерла сырочка. Вот такая у меня очень вкусная многосоставная начинка получилась. Тесто подтаяло. Здесь, как обычно, продается в упаковке два пласта слоеного теста. Каждый пласт разрезаю на четыре части. И вот получится у меня восемь пирожков. Достаточно таких крупных. Немного раскатываю каждый пласт теста. Выкладываю начинку. И формирую вот такие вот пирожочки. Потом сверху немного смазываю. Можно яйцом смазать. Можно желтком. А я смазываю молоком. Просто кисточкой и молочком. И отправляю в духовку, разогретую до 200, можно даже 220 градусов, минут на 15. Получается очень быстрое, вкусное блюдо. На этом я буду заканчивать свое видео. Я поделилась с вами еще одним вариантом меню на рабочую неделю. Мне кажется, что блюда разнообразные, вкусные, относительно бюджетные. И вы почерпнете какую-то идею для себя. Надеюсь, вы поставите мне лайк. Напишите любой комментарий в поддержку меня и моего канала. Ну и конечно, в зависимости от этого, я буду понимать, продолжать эту рубрику или нет. Всем пока и скоро увидимся!